Мой первый опыт был на тракторе МТЗ-50. Можно с любой скоростью ехать, но я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 км в час. Это уже потом я выяснил, что это был не трактор, а Тесла. Понятное дело, что наши трактора со скоростью 280 км в час не ездят. Это же совсем медленно для них. Я обычно на тракторе езжу в среднем со скоростью 370 км в час. И это только на первой передаче. А если переключиться на заднюю, то все 420 могу втопить. Я не шучу. Вон, позавчера так разогнался, что три раза Минск проскакивал, остановиться не мог. Я серьезно, у меня в тот момент чуть усы не улетели. Точнее, улетели, я их на обратной дороге подобрал потом. А Коленька мой в тот момент рядом на велосипеде ехал. Помните такой велосипед был трехколесный? Гном-3. Я так еще третьего двойника Путина называю. Гном-3. Так вот, Коленькин велосипед шустрая трактора рысачил. Километров 500 в час. Как чухнет, аж колеса дымятся. Ну, молодежь, что тут скажешь. Так педали крутил, что в коленках жидкость закипала. Каждый месяц приходилось заказывать Коленьки новые коленки. Меня даже приглашали, чтобы я принял участие в формуле один. Я им говорю, извините, но один в формуле я участвовать не буду. Вот если вдвоем с Коленькой, тогда пожалуйста. Но почему нет? Были же вот эти известные братья-шумахеры. А мы с Коленькой будем братья-лукаш-махеры. Хотя почему братья? Мы же отец и сын. Получается, будем отца-сыны-лукаш-махеры. Ну, с Коленькой это еще ладно. А вот что мы вытворяем с Владимиром Владимировичем на лыжах? У меня максимум до тысячи километров получалось разогнаться. А он и того быстрее ездит. И это только на подъемнике, на гору. А с горы, как встанем, как разгонимся до двух тысяч километров, так за нами аж снег горит. Честное слово, вон Шойгу не даст соврать. Он тогда министром МЧС был. На каждом спуске за нами пожарный вертолет летел. Ну, чтобы снег тушить, чтобы из-за него лес не загорелся. Помню, как-то надо было срочно ехать к Путину. За очередным миллиардом, по-моему. Выбегаю я на улицу, надеваю быстро лыжи, А снега-то нету. И, как назло, трактора тоже нету. Коленька на тракторе повез девочек катать. Ну, его понять можно. На трехколесном велосипеде четырех девочек одновременно ж не покатаешь. Ну, не буду отвлекаться. Значит, смотрю, из сверхзвуковой техники во дворе только мотоплуг. Кинулся его заводить, не заводится. Смотрю, в баке соляры нет. И тут мне в голову приходит мысль. А почему бы не проэкспериментировать? Я расстегнул штаны, насолярил полный бак, Пробую заводить мотоплуг, завелся с полутычка. А главное, работает тихо, и запаха этого противного нет. От выхлопных газов. Выхлопной мочой немножко попахивает, Но так это ж окружающей среде не вредит, все натуральное. Я после этого случая, куда ни приеду в колхоз, С первым делом идут трактора заправлять своей соляркой. Люди поначалу удивлялись, когда видели весь этот процесс, Но когда видели, как после этого техника работает, Все вопросы отпадали. И ради интереса сдал мочу на анализы. Так показало такое октановое число, Хоть в ракеты заправляй. Короче, сел я, значит, на этот мотоплуг, И полетел, как говорится, со скоростью 800 км в час. Думаю, че так медленно? Смотрю, а я ж лыжи забыл снять. На лету скидываю лыжи, И на скорости 1600 км в секунду, Как говорится, призрачный гонщик, Приехал к питерскому гопнику. И что интересно, Никто, абсолютно никто меня тогда догнать не мог. Да и сейчас, в принципе, многие меня не догоняют.